Министерство юстиции Соединенных Штатов, которое проводит сейчас расследование специфическое, опубликовало документы о том, что Россия пытается вмешиваться в ход американских выборов. Но это как раз не новость, этим же занимается, кстати, Иран, этим занимается Китай с помощью различных технологий, социальных сетей. Но, среди прочего, в этом расследовании говорится и доказывается с помощью скринов определенных документов, что Россия развернула очень мощную информационную кампанию с целью воздействовать на израильское общество и на еврейские общины в Соединенных Штатах, опять же, с целью склонить общественное мнение в Израиле и общественное мнение в этих же самых еврейских общинах на свою сторону в вопросе войны в Украине. Для этого используются определенные технологии, используются определенные психологические приемы и используются в том числе большие деньги. Вот сейчас об этом мы поговорим, для чего это делается и как вообще это происходит. И о том, что это далеко не первая такая вот дезинформационная кампания или там психологическая, или ПСО пресловутая информационно-психологическая операция, направленная против Израиля со стороны России. Всем привет! Меня зовут Сергей Услендер, вы на моем канале. Не забудьте, пожалуйста, поддержать мои видео. Это, опять же, несложно. Лайкайте, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Оставляйте комментарии обязательно. Включайте уведомления. Можно помочь каналу финансово. Это тоже приветствуется. Строго добровольно, кстати. Кнопка суперспасибо. Две платформы Бусти и Патреон. Ссылки на них находятся в описании. И можно стать спонсором канала на Ютубе. Все это важно, нужно, полезно. И огромное спасибо всем, кто это делает. Итак, судя по данным, которые публикуют министерство, точнее, публикуют американские медиа со ссылкой на министерство юстиции, ключевую роль вообще во всей этой компании играет такая фирма, в компании-компания Social Design Agency. Суть вообще всей вот этой вот компании, простите, что я повторяю все время это слово, да, суть этой акции заключается в ослаблении поддержки Украины со стороны Израиля. Для этого хотят воздействовать на израильское общественное мнение в той его части, которая поддерживает правительство, которая, условно говоря, вот за Нетаньягу. Давайте так, если у нас очень грубо это все делится пополам, за и против Нетаньягу, вот те, которые за Нетаньягу, на них нужно воздействовать. Для этого используются там определенные приемы, определенные технологии. В одном из скринов или сканов этих документов, в частности, вот написано. Это цель проекта, такой раздел, судя по всему, речь идет о некой такой докладной или аналитической записке, которая была направлена там куда-то, как я полагаю, в администрацию президента или я не знаю, ну кто там этим занимается. Так вот, в настоящее время ситуация в государстве Израиль кажется очень выгодной для начала серьезного проекта воздействия на общественное мнение. Цель такого воздействия вырвать Израиль из общезападной антироссийской повестки, создать устойчивое общественное мнение, для которого будет неприемлемым неонацизм и диктатура на Украине, оказание помощи неонацистам, следовательно, эскалация конфликта со стороны Запада, а также помощь антироссийской политической эмиграции. В сложившейся ситуации достичь этих целей можно в относительно короткие сроки, опираясь на реально существующие силы внутри страны и еврейской диаспоры в США. В общем, суть понятна, да? То есть, нужно каким-то образом вдолбить в головы израильтянам, что в Украине нацисты, неонацисты, фашисты, сатанисты, там бог знает кто еще, но в основном давить на нацизм, вот этот знаменитый нарратив, евреи не могут поддерживать бандеровцев, вот это вот то, что я читаю у себя регулярно, кстати, в комментах под моими видео, и вот таким образом, значит, попытаться склонить общественное мнение на свою сторону. Честно, сразу скажу, я не очень понимаю, зачем, насколько вообще общественное мнение способно повлиять на принятие решений в этой области. Есть довольно узкий форум в Израиле, да? Это куда входят представители системы безопасности, представители правительства, там узкий военно-политический кабинет, может есть еще более закрытый форум, где принимают решения относительно того, помогать Украине или не помогать, и вообще, как себя вести в этой ситуации. Общественное мнение в данном случае, как мне кажется, решающей роли не играет. Кроме того, основная часть этой кампании должна была, по идее, вестись на русском языке. Да, действительно, русскоязычных в Израиле много, ну, скажем, там, как минимум, одна восьмая часть, наверное, примерно, да? Из них приличная часть, это люди уже давным-давно оторвавшиеся, вот от России, вообще от страны исхода, скажем так, в России они жили, или в Украине, и так далее, это полуторное или второе поколение, это люди, которые выросли здесь, впитали, как бы, израильскую, вот, действительность, ментальность и реальность, и повлиять на них путем попытки вдолбить им в голову, что в Украине нацисты, это, на мой взгляд, довольно глупо. Но, тем не менее, для этого будут использоваться, там, точнее, используются самые различные технологии в совершенно разных, как бы, диапазонах. От прямой покупки лидеров общественного мнения, то есть, просто тупо покупать местных журналистов, местных, там, блогеров, ютуберов, там, и так далее. Сразу скажу, например, ко мне, слава богу, никто не обращался с такими предложениями, и из известных мне ломов, лидеров общественного мнения, ютуберов и так далее, вот только один выглядит, как человек, которого все-таки удалось купить. Я не буду называть его фамилию, чтобы потом по судам не ходить, но вот из всех, кого вот я знаю, а я, поверьте, знаю очень много людей здесь, один, по-моему, может попасть под эту категорию, потому что у него постоянно там какие-то, вот, вот, он постоянно продвигает вот эти нарративы, антиукраинские, там, антизападные, там, Америка, вот это вот нацисты, Зеленский, там, пятый, вот это вот все. То есть, по всей видимости, в этом смысле не очень как-то у них все успешно идет. Очень характерный момент был во время теракта в Крокусе. Вот они, надо сказать, отработали этот момент вот прям на ура, да. Они вот все время пытаются, кстати, сравнивать Россию и Израиль в плане вот противостояния терроризм. Вот есть некий глобальный какой-то терроризм, вот какой-то, да. Плюс все время они фокус вот в этом смысле переключают на украинцев. Украина это центр международного терроризма. Недаром же эти террористы из Крокуса пытались скрыться там в Украину. Да, там за полтысячи километров поехали, значит, где им там окно на границе приготовили и так далее. Весь вот этот бред. Все это продвигается активно в информационное поле, в израильское. Что угрозы, которые стоят перед Россией и перед Израилем, они аналогичны. Что нужно вместе бороться. Что Соединенные Штаты это главный спонсор терроризма. Что вот они несут ответственность за все эти теракты. Ну, естественно, это киевский режим, киевская хунта. Это само собой. Все это делается с помощью в том числе и фальшивых аккаунтов, которые в больших количествах открывали здесь. Надо сказать, что газета Гаррец проводила свое собственное расследование. И они проверяли, по их заказу, точнее проверяли аккаунты в интернете, с которых вот продвигались подобные посылы. Слово нарратив, как я обратил внимание, не любят подписчики. Подобные посылы все время продвигались. Так вот оказалось, что эти аккаунты в количестве десятков тысяч штук были открыты после 7 октября. Либо 7, либо после. Нарративы там продвигаются в том числе на иврите, но анализ, даже поверхностный анализ этих сообщений показывает, что иврит там неграмотный, плохой и, судя по всему, сгенерированный. То есть, либо через гугл-переводчик переводят, либо искусственный интеллект генерируют. Поскольку иврит это язык такой очень далеко не самый распространенный на планете, то и искусственный интеллект, и гугл-переводчик довольно скверно переводят с русского на иврит, или с другого любого языка на иврит. Через это дело сразу видно, что это машинный перевод, это искусственный перевод, это не человек писал. Допускают такие ошибки, которые человек, даже, в общем, плохо владеющий ивритом, но живущий в Израиле, таких ошибок не допустит. Вот таких аккаунтов насчитали десятки тысяч. Киевский режим, там пишет вот один из пользователей, Киевский режим стал новым центром, нормам мировым центром терроризма. Или другой пример поста. Мне кажется, что это дело рук украинских нацистов, и это заставляет меня содрогнуться. Тоже пишет какой-то вот такой юзер. При внимательном изучении видно, что все эти аккаунты зарегистрированы от 7 октября 23 и дальше. На них практически нулевая реакция, то есть не сильно кто-то на эти вещи ведется, либо там какие-нибудь такие реакции, вроде вот так, вот так и вот всяко-разно по этому поводу. То есть особого распространения это все не получает. Но, тем не менее, этим продолжают заниматься. Я, кстати, забыл упомянуть, что речь идет о сети X. Вот бывший Twitter, вот там особенно это прям было ярко и явно заметно. Огромное количество. При этом, среди прочего, вот я уже упоминал о том, что идет попытка воздействия на еврейские общины в Соединенных Штатах. Они считаются там весьма влиятельными, да, их мнение учитывают, в том числе в своих предвыборных кампаниях. Вот попытка была воздействовать на них в том числе путем создания фальшивых сайтов, имитирующих реально существующие медиа. В частности, Вашингтон пост. В Израиле это тоже постоянно происходит. Здесь, в частности, пытались подделывать страницы там газеты Гааретс, страницы других газет, журнала Либерал, например, есть такой, на Еврите выходит тоже и так далее. То есть, если ты заходишь на эту страницу, она выглядит как совершенно вот, это и в Соединенных Штатах на английском, и в Израиле на Еврите одинаково это все примерно работало. Ты видишь как бы перед собой материал, который им нужно протолкнуть, который вот проталкивает вот эти посылы, пророссийские, там антизападные. Там есть ссылки на разные другие материалы этого реально существующего издания. Когда ты кликаешь на них, это ведет на настоящий сайт. То есть, в принципе, работа выполнена такая, относительно профессиональная, и не каждый сразу догадается, что речь идет о фальшивой копии реально существующего медиа. Так вот, в фальшивой копии Вашингтон-Пост, например, там распространялись новости о том, вот как бы ложные новости, что США сдали Израиль Хизбаллея, США там бросили своего главного союзника, США там спонсируют террористов и так далее и тому подобное. Вот постоянно вот такие вот вещи продвигаются с целью посеять как бы раскол в американском обществе, да как и в израильском в общем тоже, да, и создать впечатление того, что Соединенные Штаты вот предали государство Израиль. На минуточку, 500 самолетов от 7 октября по сегодняшний день, в Израиль прибыли 500 самолетов с оружием, только из Соединенных Штатов, не считая того, что привезли кораблями, а там еще больше. Самолеты садятся вот сейчас, в данный момент, на авиабазах садятся самолеты с американским оружием, к вопросу о том, что предали. Там есть вопросы к американскому руководству, к его действиям, спору нет никакого, но вот насчет предали, тут я как бы это выразится поинтеллигентнее, не совсем согласен. Короче говоря, все вот это вместе говорит о том, что Россия, будучи не в состоянии там одержать какую-то убедительную победу на поле боя, например, да, будучи не в состоянии поддерживать нормальные рабочие отношения ни с Западом, ни с тем же Израилем, учитывая вот эту жуткую кампанию антиизраильскую, антисемитскую, которая там сейчас развивается, она активно пытается воздействовать с помощью вот этих вот пресловутых ИПСО, информационно-психологических операций, путем продвижения там различных нарративов, путем использования там различных технологий, в том числе и социальных сетей, потому что социальные сети это вообще такая стала, как сказать, территория Каманчи, да, с одной стороны вроде как в том же Фейсбуке там ничего такого не напиши, тебя сразу забанят, с другой стороны в этих сетях при известной ловкости и известном использовании там различных уязвимостей можно продвигать все, что хочешь, поэтому там создаются группы, для этого используется, кстати, активный Телеграм, это территория бесцензурная, территория как бы без особых ограничений, и вот там гигантское количество Телеграм-каналов открылось после 7 октября, которые условно за газу, против Израиля, или как бы за Израиль, но против Украины и так далее и тому подобное, огромное количество вот расплодилось всех этих вещей, и всем этим занимаются специально обученные люди, на все это выделяются большие бюджеты. Буквально вот накануне Симонян, которая у нас там трудится, у них точнее, у нас, господи, простите, вот, трудится директором Russia Today в шоу Соловьева, по-моему, вечернем, начала об этом говорить. Мы там работаем на Западе, в Европе, в Америке, они нас закрывают, мы тут же открываем новый канал, там, YouTube, там, он набирает миллионы просмотров, они тут же находят, закрывают, мы снова, но я не буду раскрывать все секреты и так далее. В общем, в прямом эфире фактически призналось, что они занимаются вот такой подрывной деятельностью, на это выделяются гигантские абсолютно бюджеты, а распил бюджета это одна из скреп, на которых держится нынешний российский режим. Но и в общем и целом, надо сказать, что и израильским, так сказать, органам, назовем это так, да, нужно бы на такие вещи обращать внимание, вместо того, чтобы заниматься всякой там ерундой, да, нужно вот за этими вещами тоже следить. Об этом, кстати, в свое время говорил Рунен Бар, директор Шабака, это было еще до войны, что есть у нас подозрение, что некая страна, там, северная, он как-то так выразился, вроде как впрямую не назвал, но было совершенно очевидно, что он имеет в виду Россию, собирается, значит, вмешиваться в выборы в Израиле, и мы, типа, категорически предостерегаем от этого, чтобы этим не заниматься. Так что, последим за этой историей еще, еще, я полагаю, нас очень много ожидает в этом смысле открытий, и всяких таких неприятных сенсаций. Спасибо, что смотрите мои видео, не забывайте их, пожалуйста, поддерживать, и будем дальше следить за событиями войны в Израиле, войны в Украине, и увидимся в ближайшее время. Всем пока. Продолжение следует...